Продолжение следует... — Когда мне было 14 лет, вышел первый русский перевод непричесанных мыслей Станислава Ежелеца. Мысли неучесаны. Польский классик. В общем, единственный афорист, классический афорист 20 века, человек, вернувший афоризм, поднявший его на высоту вполне недосягаемую, потому что, мне кажется, что лет — это некоторые сто процентов, это некоторая десятка. Это повторить-то нельзя, а превысить невозможно совершенно. А эти непричесанные мысли я услышал, именно услышал в 14-летнем возрасте. Мне, конечно, страшно повезло, потому что 14 лет — это такой хороший возраст, когда уже мозги уже есть, но они еще способны впитывать, они еще хорошо впитывают окружающее. Ты еще формируешься, но это уже ты. И я, конечно, именно услышал эти непричесанные мысли в застолье своих родителей. Начали летать эти афоризмы и под хохот, и, так сказать, потом они ж перепечатанные, переписанные от руки ходили в застолье. Отец их переписывал, потом перепечатывал. Потом я несколько раз уже в 80-х годах достать книгу было невозможно, хотя она вышла огромным тиражом по советским временам, но она немедленно стала раритетом, она разлетелась мгновенно. Переиздания не было. Вообще, я удивляюсь еще, что было издание, потому что, конечно, Станислав Ежелец — это классика свободной мысли. Он остро политичен, он остро оппозиционен, оппозиционен любой идеологии, кроме идеологии гуманизма. Он отторгает любое насилие над человеком, любую доминацию, любой идеологии государства. Ежелец — философ-гуманист. Это так банально звучит, но это так и есть. Причем философ великий, потому что он, его философия, он нашел ей форму. Не трактаты, а совсем короткие, точные формулировки. Афоризмы не в том смысле, в каком мы привыкли это видеть на полосе юмора. Какая-то смешная фраза, чаще всего играющая, выворачивающая просто наизнанку какое-то слово. Нет, именно смыслы. Он именно философ. Философ он по первому образованию. Он выпускник иезуитского колледжа. О биографии, в стадии слова Ежелеца, чуть попозже. В 14 лет я услышал эти афоризмы, и они сформировали мою голову, конечно, потому что мое представление о смешном, мое представление о том, какой должна быть фраза, короче, еще короче. Давайте изъясняться кратко, чтобы закончить фразу в той же исторической эпохе, говорил Ежелец. Краткость, лаконизм, парадокс, обязательно парадокс. Как лента Мебиуса, фраза делает какой-то виток и входит в вашу голову противоположной страной. За время фразы, за вот это вот короткие несколько слов, он успевает сделать сальто мортале. Мысль успевает повернуться. Если вы видите у Ежелеца банальность, вчитайтесь, это может быть банально, там обязательно спрятано двойное дно, обязательно двойное дно этой банальности. Он играл с нами, он дразнил нас, он иногда, его фразы совершенно, да, они заставляют остановиться, в действительности все не так, как на самом деле. Неграмотные вынуждены диктовать. Из нолей легко сделать цепь. Несколько слов. Чаще всего афоризм укладывается в одну строчку. И каждый раз парадокс, каждый раз поворот мысли, каждый раз образ. И если банальность, то с двойным дном. Он нас обманывает все время. Он играет с нашей необразованностью, потому что сам-то он был человеком блестяще образованным. Я долгое время не знал, как он выглядит. Была только фамилия, Лец. Я не знал, что это не фамилия, а псевдоним. И это тоже отдельная история. Отдельная история. Давайте я расскажу про него. Сначала просто про его биографию. Судьба позаботилась сделать его философом. Он родился во Львове, который тогда назывался Лемберг. И находился в Австро-Венгерской империи. Его родной город Лемберг, Львов, семь раз сменил гражданство за 20 век. Семь раз он переходил из рук в руки от империи к империи. А сам Ежелец говорил, что когда я родился, я выглянул наружу, я посмотрел Франц Иосиф. Мне понравилось. Но, к сожалению, сказал он, это было только на первые пять лет моей жизни. То, что началось дальше, у него в кабинете висел портрет Франца Иосифа. Он хотел остаться там, в Австро-Венгерской империи. Но его никто не спрашивал. Потому что началась Вторая, Первая мировая война. И Львов, его родина начала, значит, кочевать из государства в государство. Польша, Украина, Германия, Третий Рейх, Советский Союз. Давайте я вам расскажу его биографию. Она потрясающая, биография. Биография, как будто жизнь действительно постаралась. Хемингуэй говорил, лучшая школа для писателей несчастливое детство. Писательство начинается с конфликта, с вызова, с попытки объяснить себе, крикнуть о несправедливости, крикнуть о боли. Лучшая литература – это литература, рожденная несправедливостью, болью, драмой. Без драмы нету прозы. Белет парус одинокий, можно написать в 16 лет. Но написать «Прощай оружие» нельзя без личного опыта. Написать севастопольские рассказы нельзя. Писатель начинается с драмы, с того, что его хотели убить, а он выжил. С того, что жизнь сразу повернулась к нему, какой-то драматической стороной. Иначе не было бы прозы. Лец начинал вполне легкомысленно. Лемберг, 9-го года рождения, да, 909-го года рождения, мальчик из интеллигентной семьи. Папа – австрийский граф, мама – польская еврейка, все высшее образование у всех. он родился, да, в Австро-Венгрии, сын польского, еще раз, польской еврейки и австрийского графа. Это важное обстоятельство. Немецкий язык родной, абсолютно, значит, человек центра Европы, культуры, человек культуры, человек книги. Отдан в иезуитский колледж. И те, кто знают ежелец, афоризмы ежелеца, а их несколько тысяч, знают, что он на «ты» с латынью, это для него, так сказать, родная сфера, да, весь, все латинские книги, латинский язык. Выпускник иезуитского колледжа. Потом в 18 лет он становится, идет учиться на юриста, юрист, светское образование. Он разрывает, он не хочет быть ксензом, он не хочет быть, да, попом. Он хочет туда, в жизнь, в свет. 18 лет. Потом, когда он стал уже в последние годы, его жизни, последние 10 лет, классик, его много фотографировали, потому что непричесанные мысли сделали его классиком почти мгновенно. А для того, чтобы увидеть молодого леца, нам нужно было пролезть в семейные архивы. Сейчас я вам покажу такого леца, которого вы не видели. Но для начала вот такого трехлетнего с папой. Вот это его мама, и он с папой трехлетний. Но это еще заготовочка. Герт называл детей заготовочки. Это заготовочка. А вот уже человек, 18-летний студент юридического факультета. Непричесанные мысли назывался в книге. Здесь он прилизанный еще. И мысли, но мысли уже прорезаются. Это уже глаза думающего человека. Но еще совершенно прилизанный 18-летний юноша, намеревающийся быть юристом. В юриспруденции тоже все в порядке. Если вы почитаете непричесанные мысли, понятно, что человек мог быть юристом высшего класса. Все в порядке. С логикой, со знанием, с терминологией. Варшава, начало, конец 20-х, начало 30-х годов. Молодой поэт, он первую книгу еще выпустил в Лемберге, во Львове в 1927 году совсем юным человеком. Начал писать стихи. Фражки, такой жанр, короткие стишки без рифмы, парадоксальные. В Польше он и сейчас очень известен как поэт, юный поэт кружка Юлиана Тувима. Мы знаем Юлиану Тувиму по детским, так сказать, стихотворение. Вот кружок Юлиан Тувим, Леон Пастернак, леваки, молодые поэты. Первая кабаре варшавская с Леоном Пастернаком. Первый раз из-под ареста он бежал еще в буржуазной Польше, в Бессарабию к родственникам. Его хотели первый раз посадить, потом с ним это случалось часто. Первый раз его сажали еще в буржуазной Польше за кабаре, за тексты для литературного кабаре. Он социалист, он левак, он сторонник серпа и молота Красного Знамени. Вот биография. Бежит из-под ареста в Бессарабию в 1939 году и он становится автором первого стихотворения польского прославляющего Сталина. В это слово стоит вслушаться, зная его афоризмы. Он из Львова. То, что случилось в 1939 году, вход Красной Армии во Львов, им воспринимался как освобождение потому, что социализм он знал по теоретическим текстам, по легенде о какой-то стране, где рабочие крестьяне у власти, где нет буржуазии, где народ взял власть в свои руки. Он знал об этом по легенде. Он не знал ничего, разумеется, ни про какой ГУЛАГ, ни про какой 1937 год. И он воспринимает это как освобождение. В 1939 году Станистов Ежелец, это тоже я узнал с огромным удивлением, становится членом Союза писателей Украины, Советской Украины. Он член Союза писателей Советского Союза с 1939 года. Он пишет стихотворение, восхваляющее Сталина, то, что его родину освободили от буржуазной Польши. Судьба позаботилась о длинной биографии, дающей возможность повзрослеть. Иногда быстрее, чем хотелось бы. 1941 год. В Львовском погроме погибает его мать. Он заключенный тернопольского концлагеря. Он бежит, его ловит. Он бежит второй раз, он приговорен к расстрелу. Он убивает по одной из легенд эсэсовца, который вел его на расстрел лопатой, который копал в себе могилу. Вопросы жизни и смерти, когда он потом писал «Я убил много своих смертей», это не было в сущности метафорой. Он убил лопатой, который копал в себе могилу. Он бежал. Он заканчивает войну майором войска польского. Он партизанит перед этим. Немецкий для него родной. В эсэсовском мундире он разгуривает по оккупированной Варшаве, расклеивает листовки, выпускает. Он был совершенно отчаянный личной храбрости. Он скандалил по бабелю не только на бумаге. Он разгуливал в эсэсовском мундире по оккупированной Варшаве, наводя ужас на друзей, которые его узнавали. Значит, он заходил в гости в эсэсовском мундире. Это раскрыто. Он бежит, заканчивает войну майора Мольско-Польского, принимает участие в сражении как солдат. Принимает участие в сражении под Рамбловым, одним из крупных сражений 44-го года. Заканчивает войну майором. Новый поворот судьбы. Он в социалистической, он мечтал о социализме. Получите социалистическую Польшу. Он прожил, он умер в мае 66-го года. А последние 10 лет его жизни, это уже жизнь классика. Конечно, его фотографируют, его знают, его узнают и переводят на языки народов мира. Повторяю, прижизненный перевод первый английский сделал его мировым классиком. Его афоризму цитируют со всех трибун, это стало мгновенно классикой. Я рассказывал его биографию, чтобы было понятно, откуда это взялось и чем оплачено, какой судьбой оплачено это. Несколько его портретов я покажу из этого альбома и дальше расскажу собственно про сам альбом. Да, ну вот такой уже, это уже поздний, это уже известный Станислав Ежелец, это уже тот, которого мы знали. Да, в последние 10 лет жизни его много, много фотографировали, рисовали шаржи, он уже был фигурой известной. А вот история создания альбома, я начну с этой фотографии. Это кафе-литератка у замковой площади Варшавина в Краковском шедместе в самом центре Варшавы. Кафе, где он сидел, было несколько его любимых кафе, это дом литераторов Массолит тамошний. Он сидел в этом кафе и замарывал записные книжки и салфетки, он был графоман, как всякий гений, гениальность, это разновидность графомании, он все время писал эти непричесанные мысли, он все время записывал, однажды он потерял, оставил в кафе тетрадь и в ужасе поместил объявление, что потеряна тетрадь, в которой 200 мыслей. В это время в Варшаве был Сартер, которому рассказали об этом, он сказал, надь же, у нас в Париже когда одна мысль кому-нибудь приходит в голову, это не так часто ему сказали, но знаете, тут отдельный случай, 200 мыслей в одной тетрадке, ну действительно ведь мыслей. Вот. И он замарывал салфетки, значит этими, счет идет на тысячи. Про альбом. Вот я жил пропитанной афоризмами Ежелеца, я их слышал, знал, читал, перепечатывал сам, это был хороший подарок кому-то на день рождения, там несколько страниц Ежелеца перепечатать, сшить, это были такие самоздатики, которыми мы развлекались, и я этим не то чтобы грешил, а я радостно популяризировал это, мне было в радость перепечатать в очередной раз сотню этих афоризмов. И они откликались, конечно, афоризм Ежелеца, те, кто слушают меня на Эхе Москвы или на Дожде, знают, что я все время цитирую Леца, не то чтобы продемонстрировать знание предмета, а просто ты пытаешься сформулировать что-то, ищешь слова, мучаешься, а потом понимаешь, что это все сформулировано, сформулировано коротко и блестяще, и лучше не надо пытаться, надо просто вспомнить. У Леца наверняка про это сказано. Надо просто вспомнить, что Лец говорил по любому из этих поводов. в 90-м году, когда умер Сахаров, и он умер во время, просто во время работы съезда, и я, когда умер Сахаров, у меня перед глазами встала вот эта фотография, ну, это картина, это еще не было фотографии, Сахаров, уходящий за несколько дней до смерти, уходящий со съезда народных депутатов, старый, чуть сгорбленный человек, и глядящий ему вслед и депутаты, и Ленин там, гениальная фотография, потому что там еще Ленин ему вслед смотрит. И вот эта фотография после смерти Сахарова, это его совершенно героическая смерть, потому что он до последнего пытался, вы помните, его засвистывали, затаптывали, заулюлюкивали, а он продолжал говорить что-то, пытался пробиться к мозгам через это стадо. И когда это случилось, вот эта фраза, которая тут сейчас стоит, может ли съеденный туземцами миссионер считать свою миссию выполненной? Фраза Леца склеилась с этой фотографией, с этой картиной, с этой смертью, и я ахнул, потому что вдруг появилось ощущение, что эта фотография, эта смерть, этот случай, и этот афоризм как будто бы рождены друг для друга, как будто бы писалась под это, под эту фотографию, под этот случай. И я ахнул от этого совпадения. Знаете, как будто щелочь с водой. Фотография и фраза вступили в такую химическую сильную реакцию мгновенно. И они дополнили друг друга. Я почувствовал, что тут какой-то новый эффект, кумулятивный эффект, как будто прожигает мозги. Сама по себе фотография сильная и сам по себе афоризм замечательный, но вместе они дают какой-то совсем новый эффект, какое-то совсем новое качество. Я подумал, что вот это какой-то новый жанр. И я ахнул, потому что это действительно очень интересный жанр. и я начал коллекционировать эти совпадения, эти химические совпадения. Фотография афоризм Леца. События афоризм Леца. Какой-то персонаж афоризм Леца. И подумал, что это мог быть очень скоро, что этот счет пошел на десятки вот таких вот пар. Фотография афоризм. Иногда я просто брал афоризм на вскидку там какой-то, думаю, вот какое событие в 20 веке, да что? Очень скоро это приобрело такой характер. Стало понятно, что это может быть альбом. Очень скоро стало понятно, что это какая-то летопись 20 века. Вот 20 век через фотографии и афоризмы Ежелеца. С 90-го года это было моей игрой. Я записывал в записные книжки вот эти пары. Афоризм фигура, афоризм ситуация. Время от времени счет уже шел на десятки, на сотни. Время от времени у меня началась такая тоска, потому что я понимал, что это все так и останется у меня в голове, потому что книгоиздание, права на афоризмы, на фотографии, я понимал, что это совершенно вещь неподъемная для меня, и это можно было сделать, потом появился интернет, ну тоже авторские права, то есть это должно быть либо воровским образом сделано, воровским не хотелось бы покупать, нет у меня таких денег, значит, покупать права на эти фотографии и так далее. И это было такой мечтой и печалью, печалью, потому что я понимал, что эта мечта такая останется нереализованной. А потом повезло, мне повезло с этим альбомом, и надеюсь, не только мне, а и вам тоже, повезло несколько раз. Первый раз повезло с женой и дочкой, потому что дочка взяла и уехала, я ее заразил своей любовью к Польше, она стала полонисткой, она уехала в Варшаву, где благополучно вышла замуж, и сейчас я уже дедушка поляка, значит, чего я от себя не ожидал, надо сказать, как-то не планировалось. Значит, вот она уехала в Польшу, она полонистка, и в какой-то момент, да, а жена просто сказала, что она напомнила мне, так сказать, наполеоновский принцип, надо ввязаться в бой, там посмотрим, надо покупать права, вот дочь в Варшаве, пусть найдет. Да, и дочь нашла Томаша Детушлеца, сына Станислава Ежелеца, и совершенно преданного человека, который пытался очень много лет, пытался и пытается восстановить память о Ежелеце, потому что для Польши Лец просмотренный гений, они его так и не разглядели, весь мир в мире, для мира он, значит, гораздо больше, чем для Польши, его так и не простили, ни за что, ни за еврейство, ни за ливизну, ни за отдельность от польской идеи, он противоречит там любой толпе, польской в том числе. И для поляков он похоронен на воинском кладбище Повонске в Варшаве, он похоронен с почестями, как человек, стражавшийся за свободу Польши, именно как боец, как офицер войска польского. Томаш, и почему я показал вам эту фотографию, кафе «Литератка», да, и в том самом кафе «Литератка», где сидел Станислав Ежелец и писал свои непричесанные мысли, в мае 15-го года я встретился с Томашем, и мы подписали договор, значит, он отдал вот эту идею им, значит, ну, дочка была переводчицей, значит, эту идею, она ему очень понравилась, мы подписали договор, и я ввязался в бой, я купил права на, купил права на русский перевод, на украинский, и я сразу решил, что поскольку речь идет о Львове, то альбом должен выйти и на русском, и на украинском, и на польском языках, конечно, да, он должен был выйти еще на немецком, об этом отдельная история, на трех языках он вышел, на польском, украинском он тоже вышел, а мы подписали этот договор, и я начал искать, искать партнеров, и мне повезло второй раз, потому что в России живет и здравствует Дмитрий Борисович Зимин, совершенно феноменальный человек, филантроп, которому очень понравилась эта идея, у которого есть книжное издательство, фонд «Московское время», который в итоге и выпустил эту книгу, ему очень понравилась эта идея, и он просто дал мне 40 тысяч долларов на покупку фотографических прав, это вот столько, сколько стоили права, права. Это совершенно царский подарок, который позволил мне, собственно говоря, приступить к зданию этого альбома в том же фонде «Московское время» с очень хорошей командой. Повезло и с командой, потому что команда замечательная, отчасти Зиминская команда фонда «Московское время», отчасти замечательная Оля Ананурова, Ольга Ананурова из фонда, из «Любьерцентров», билд-редактор, с которой мы отсмотрели тысячи фотографий века, тысячи, и она знает фотографию, как просто мало кто, и тут, конечно, очень важно, чтобы повезло с командой, с командой повезло очень. Мы три года работали над этим альбомом, три года, мы перебирали фотографии, афоризмы, афоризм к фотографии, фотографии к афоризму, меняли, перекладывали, это было сладкое, длительное такое, значит, конечно, очень жалко было с этим расставаться, потому что, конечно, потом с задним числом еще какая-то фотография, еще какая-то мысль, А участие Зимина, Дмитрия Борисовича Зимина, позволило не труба пониже, дым пожиже, и не из подбора, и не из интернета, а позволило сделать мощный фотографический альбом. В принципе, можно смотреть, даже кто не умеет читать, может взять этот альбом и смотреть на левую полосу от гибели Титаника, от русско-японской войны, от начала века до 11 сентября 2001 года, до Беслана, вот век с лишним, в фотографиях великих. Это фотографии Картье Брессона, это фотографии Суткуса, это фотографии Аббаса, Роберта Каппы, это фотографии русских фотографов от Челнокова, снимавшего Порт-Артур, до ныне здравствующих Юрия Роста и Валерия Плотникова, Виктория Ивлева. Здесь есть, ну и Бальтерманцы, Халдей, замечательные советские и российские фотографы. 20 век представлен либо великими, либо уникальными фотографиями. Разница, конечно, существует. Есть Картье Брессон или Суткус, которые делали авторские фотографии, каждая фотография произведения искусства. Но бывает фотография, сделанная хроникером, случайно. Фотография, которая ничего не значила бы, если бы не. Фотограф случайно поймал какой-то момент, который вдруг оказался уникальным. Я просто как пример... Ну вот есть фотография, еще раз говорю, вот есть... Давайте начнем с... Вот Картье Брессон. Картье Брессон. Гайд Парк, да? Это знаменитый портрет старухи в Гайд Парке. Времени остается мало, нам по-прежнему грозит вечность. Картье Брессон, великая фотография. И есть еще одна фотография Картье Брессона в нашем альбоме. Это фотография, сделанная мастером и сама по себе уникальная фотография. Но вот есть фотография... Вот это. Чита Кеннеди улетает. И Жаклин Кеннеди делает ручкой детям. С трапа самолета. Эта фотография была бы просто хроникальной фотографией фотографа из президентского пула. Но они улетают в Даллас. За день. Это последняя фотография. Она последний раз видит детей. Он последний раз видит детей. Эта фотография перед... Он улетает в Даллас, где должен погибнуть. За сутки. И случайный щелчок, так сказать, хроникера оказывается в фантастической исторической фотографии. Жизнь наполняет ее смыслом, которого не было в тот момент, когда фотограф делал кадр. И вот в этом альбоме 178 разворотов. 178 разворотов фотографии афоризм. И там есть и фотографии художественные, и фотографии хроникальные. Иногда хроникер делает фотографию, которая... Моя любимая вообще в этом альбоме. Это называется «Обед Санта-Клауса». Нью-Йорк. 64-е годы. С фразой «Ничто в природе не исчезает, кроме исполнившихся надежд». Вот сидит несчастный замученный Санта-Клаус обедает в Макдональдсе. Замечкурит. Замечательный. Причем, ну просто, да, вот ни на что не претендующая фотография, которая кажется мне просто гениальной. При этом есть, конечно, фотографии мастеров. Вот еще одно из... Есть литовский, он жив, 1939 года рождения. Суткус. Великий советский литовский фотограф. Это фотография Сартра. Сартра приезжал в Прибалтику, в Ниду. Фотография Сартра, идущего по пляжу. Гениальный фотограф Леонардо да Винчи говорил, смотрят все, видят немногие. Тень, чья-то тень идет за Сартром. Он отрезал человека, как будто тень Бога. Вот кто-то, какая-то тень человека нет, идет тень. Это редчайший случай. Памятник Сартру во Франции сделан с этой фотографией. Это уникальный случай, когда памятник ставят с фотографии Суткуса. Отдельная история. Господи, как я добывал авторские права. Как мы находили этих людей. Наследников. Часто уже умерли фотографы. В Нью-Йорке, в Сингапуре. Как мы находили наследников, как мы добывали права. Про Суткуса отдельная история очень забавная. Я получил согласие. Ему написали юристы. Знали, что он скуповатый. Дали немысленно, вполне уникальную сумму. И согласие. Потом уже, когда альбом собран, на дни уже идет счет. Вдруг мне юрист говорит, отказались подписывать. Суткус отказался давать фотографии. Потом две фотографии. Это и фотография «Слепой пионер». Совершенно грандиозная. Вот помощь фотографии. Отказались. Почему? В чем дело? Ничего. Я добываю через Люмьер-центр. Он не говорит по-русски. Уже, значит. И тогда, видимо, не очень хотел. Ну, жена говорит по-русски. Я дозваниваюсь. Дохожу телефон. Звоню. Что в чем дело? Нет, вы знаете, мы решили отказаться. Простите, мы передумали. В чем дело? Денег мало? Нет, все. Что? Что? Почему? Нет, вы знаете, мы хотели. А я слышу в телефоне Бурчанин. Он говорит, повесь трубку. Я понимаю, по-литовски уже. Я понимаю, что он ей говорит, повесь трубку, не надо разговаривать. Я понимаю, что-то произошло. Я не понимаю, что произошло. Я понимаю, там торговались, просили больше денег. Иногда мы давали, иногда нет. Одна негодяйка американская получила самую дорогую фотографию. Я вам покажу. Тысячу долларов мы ей заплатили, негодяйки. Но она развела на эту фотографию. Что поделать? Она... Сейчас я покажу вам. Вот. Она заставила Джобса молиться Богу. Понимаете? Техника достигнет такого совершенства, что человек сможет обходиться без самого себя. А Джобс, который молится перед первой выставкой, значит, молит, чтобы все прошло хорошо. Она ли ему это подсказала и щелкнула? Но, в общем, она потребовала тысячу долларов и сказала, что... И, значит, ну что, деньги-то не мои. Вот. И я пытался, ну, Зимин сказал, да, ты что делать? Ну, без этой фотографии было бы хуже. Вот. Но возвращаюсь к Суткусу. Что делать? Я ему, значит, что... В чем дело? Наконец, я понимаю, в чем... Она... Я ее... Через 20 минут разговаривал. Наконец, она... Очень непонятный договор. Выясняется, ей послали просто типовой договор на русском языке. Пять страниц убористым текстом. И они просто побоялись, что сейчас они просто отдадут все права на эти фотографии. Они просто не будут продираться. Зачем им продираться сквозь это? То есть дело в том, что они просто получили типовой договор. И я им прислал 18-м шрифтом договор на три строчки. Вот две фотографии, вот по 500 евро за фотографию. Вот только в этом альбоме все. Да? И они подписали. Как мы искали Альтмана, как мы искали вот этого Санта-Клауса, да, по Нью-Йорку. Используя личные знакомства, находим, следов не было. Это отдельно можно книгу написать, как мы искали, значит, права. Еще несколько фотографий. Я стал немножечко разбираться в фотографии. Вот вы никогда не видели такой Эдит Пиаф. Сороковой год. Сороковой год Эдит Пиаф. Почему я показываю еще эту фотографию? Как искусство это... Старая формулировка. Искусство это не что, а как. Вот эта серия, в этой серии 18 или 20 фотографий. Ну, там, условно, 18. 17 из них брак. Потому что что-то не то. То глаза прикрыты, то закрывает... Композиция не идеальна. То чуть левее, чуть правее. Все что-то не то. Это... Просто дымок от сигареты идеально идет. Все идеально. Композиция идеальна. Вот соседняя фотография доли секунды. Да? Не то. Чуть другое выражение лица. Чуть по-другому дым. Дым чуть закрывает глаз. А тут не закрывает. Вот. Да? И... Просто серия Эдит Пиаф. Ну, да? Документальная серия. 18 раз щелкнул человек. 17 просто хроника. Один гениальная фотография. Почему-то сложилось. Все сложилось. Да? Композиция. Выражение лица. Да? Значит, какие-то художественные вещи. Просто живописные вещи. И, конечно, мы искали... Мы искали возможность... Мы хотели, чтобы сама по себе фотографический ряд был великолепным. И вот... Да, вот я помню. Дымок где-то закрывал глаз. Где-то сигареты находил. Где-то дымок. Где-то чуть закрывал. Где-то чуть-чуть белое-черное не уравновешивалось. Это такие вещи, которые... Даже профессионалу... Это нельзя угадать. Это можно снять, а потом рассматривать. И один раз из... Вот, да? Восемнадцати. Одну фотографию мне дал герой фотографии. Это я поэтому ее покажу. Я дружу с Борисом Жутовским. Замечательным художником. Советским и российским. Вот. Он тот самый... Извините, пидорас и абстракцист, на которого кричал Хрущев. Манежная выставка знаменитая. Шестьдесят второй год. Вот молодой Боба Жутовский. Хрущев, Суслов, все эти негодяи. С замечательной фазой, которую я с самого начала знал. Всегда найдется эскимос, который напишет для жителей Конга инструкцию, как вести себя во время жары. Это когда Хрущев объясняет Жутовскому, как надо рисовать. А не с Сусловым, да? Но эта фотография, ее вообще... Она просто была у самого Бориса Иосифовича. Да, он ее просто... Я у него просто взял из конвертика. Да, ее не было. Она вот... Мы ее как бы легитимизировали, эту фотографию. Да, конечно, приятно, когда... Значит... Вот еще... Ну, не здравствующий... Я расскажу историю этой фотографии, потому что ее рассказывал Валерий Плотников. Фотография Барышникова. С фразой «Многие бумеранги не возвращаются». Выбирают свободу. Дело в том, что эта фотография... Это последняя фотография в России Барышникова. Он уезжал на гастроли. И Валерий Плотников, который дружил с Барышниковым, хотел делать его портрет. И сказал ему... Давай примеримся. Потом... Он собирался делать после возвращения. Давай примеримся. Вот он придумал, у какого угла, и как он это, значит, все сделает. Давай примеримся. И в утро перед отъездом, отлетом на гастроли в Париж, Барышников пришел и встал вот на этот угол, и Плотников примерился с тем, чтобы, когда Барышников вернется с гастролей, сделать нормальную фотографию. Как вы понимаете... Да? Может быть, Барышников... Знал ли Барышников, что... Во время этой примерки. Бог его знает. Ну, вот так. Это, значит, вот прощание с Петербургом. Опять-таки, когда фотограф щелкает, это просто примерка на какую-то будущую работу. Потом выясняется, что это фантастический, исторический документ, помимо психологического. И тут уже стоит вглядеться в глаза человека, который стоит. Знает он или не знает о том, что будет. Фотограф не знает. Фотограф просто дежурным образом, да? Это очень интересно, как фотография приобретает ценность, да? Ну, как многое приобретает ценность потом. Под фразу «неграмотные вынуждены диктовать» как вы понимаете, было огромное количество претендентов. Ну, то есть тут просто список... Настолько персон в 20 веке, да? Сплошные диктаторы, и, в общем, все неграмотные, разумеется, да? Грамотные как-то обходятся без этого. Но победил всех угандийский тиран Иди Амин. Опять-таки, победил не потому, что Амин страшнее всех остальных, хотя абсолютное чудовище, да? И, значит, платины были красные в Уганде, так сказать, от крови сбрасывали крокодилам оппозицию. Но сама по себе фотография просто хорош. Эту фотографию я откопал в интернете, просто в интернете. Потом выяснил, что это сингапурский мальчик. Молитва. Посмотрите, пожалуйста. Много-много задов. И вот этот пацан веселый, да? А я увидел фотографию, я понял, что это счастье. Опять-таки, это же просто щелкнул человек, да? Он зашел сфотографировать молитву. И тут вдруг вот это, да? Эта фотография летала по интернету. Я понимал, что это какая-то... Я не знаю, что это. Ни автора, ни... Понял, что мусульманский мир, но мусульманский мир – это треть глобуса, да? Бог его знает, где искать. Выяснилось, что это Сингапур. Выяснилось, что это Даниэль Байона. В общем, нашлось. Вообще, несколько человек помогало мне несколько... Им выражена благодарность в конце альбома. Людей просто из Фейсбука. Моих фейсбучных друзей, которых я не видел в глаза. Которые помогали мне откапывать, значит, авторов фотографий. Идти по следу, находить. Иногда моя Нью-Йоркса знакомая нашла несколько американских наследников, которые не откликались, так сказать, да? То есть, это все было с огромной помощью просто друзей. Помощь зала была огромная. Вот такой замечательный сингапурский мальчик. Еще одна поучительная история. Вот это бабушка. Плачущая бабушка, которая тоже гуляла по интернету. И была то русской бабушкой, то украинской бабушкой, то сербской бабушкой, то какой-то еще бабушкой, польской бабушкой. Оказалось, что это боснийская бабушка. Пожилая мусульманкой-стребреницей после сербской депортации на обочине дороги Северной Боснии. Но штука в том, что это просто бабушка, которую депортировали, выселили, да? Старую женщину просто выбросили из дома на обочину. Это просто бабушка. Она могла быть украинской, сербской. Рядом где-то была такая же сербская, да? А это боснийская. Но то, как эту слезу бабушкину, этой бабушке конкретной, большое количество политиков-негодяев, да, пустило на свои нужды, потому что, повторяю, она была и сербской, и украинской, и русской, да, и какой угодно. И выдумывали под это разные истории. Это очень поучительная вещь. Это очень точно по Лецу, да? Надо искать некоторый общий знаменатель. Надо подниматься над идеологиями, нациями. И, да, вот там вот, в этом, уже с этой высоты, это вот высота Леца. «Если бы можно было отоспать смерть в рассрочку». Станислав Ежелец. За время работы я над альбомом, я, конечно, изучил... А еще одна закладка есть какая-то? А, это закладка уже про третье везение. Я уже сказал, одно везение, что дочка оказалась полонисткой, нашла мне, так сказать, и просто начала по факту, поставила меня перед фактом. Вот тебе сын Леца, вот я с ним договорилась. Приезжай и подписывай договор. Это было первое такое везение. Второе – Дмитрий Борисович Зимин, давший деньги на покупку прав на фотографии. А третье везение заключается в том, что пока мы, значит, колупались три года с этим альбомом, замечательная Лидия Коська, верный оруженосец Леца, исследователь его творчества из Кракова, пожилая, замечательная дама. В общем, главный лицевет планеты и, наверное, единственный настоящий. Она посвятила свою жизнь. Она его знала в молодости, она посвятила свою жизнь его памяти, так сказать. И она копалась в журналах, в варшавских журналах конца 50-х, 60-х годов. И наткнулась на залежи неизвестных, непричесанных мыслей Станислава Ежелеца. Он публиковал это в журналах, но потом эти афоризмы почему-то выпали, не были включены в сборники непричесанных мыслей. Я сначала подумал, узнав об этом, что это какое-то то, что называется у нас отвал, ну, неудача, ну, мало ли, да. Никто не включает, кроме сумасшедших, не делает полное собрание сочинений, потому что это катастрофа, да. То есть это смертный ужас, если кто-то вдруг однажды прочитает все, что, например, я написал, да, то есть мне будет просто стыдно, да. Не надо, не надо. Вот. Я подумал, что, наверное, это какой-то отвал, так сказать, неудачи, неудачи его, то, что он сам не включил. Но когда я увидел это, и дочь перевела, моя дочь перевела, так сказать, в черне эти афоризмы, мне стало ясно, что дело совсем в другом, и я понял, узнав просто, как он работал в последние годы, я понял, что я, видимо, прав. Ему просто было неинтересно публиковать, ему было интересно писать. Он просто терял, просто терял, он забывал об этом. Он писал десятки в день, из него перло. Вот прожитая жизнь, так сказать, он нашел свою волну, да, и он на этой волне, как серфингист, он летел, и десятки в день. И он не успевал, журнальная горлышко, уже не было цензуры, это был 57-й год, 58-й, 9-й, не было уже цензуры сталинской. А просто журнальная горлышко было меньше, чем работоспособность Танислава и Жилеца. Он просто не успевал их публиковать. И очень многое осталось в журналах, в россыпи. Он не вел архивов, да, это потом, после его смерти. Оставалось просто на салфетках, которые он исписывал, просто исписывал салфетки. Он изводил в этом кафе. И это было уже очень интересно потом разбираться в этих записях. Это многое, что мы делали с моей дочерью, перевод наш, так сказать, две фамилии стоят. Она, естественно, делала просто перевод. Потом мы начинали вертеть. И, значит, иногда Лидия Коська подсказывала нам какую-то игру, которая есть в польском, в польском значении слова, которое мы не могли понять. На свой страх и риск иногда я делал перевод, потому что иногда одна и та же фраза, количество, поскольку счет идет на тысячи, пять тысяч, пять тысяч этих афоризмов, мы знаем, две-три сотни, опубликованную около шестисот. Дело в том, что он не вычеркивал, он писал просто следующий вариант. И дефект очень многих изданий Леца, когда мы видим там почти все, есть книга, я вижу, ну это же одна и та же фраза, просто по-разному построена, это одна и та же мысль, которую он пытался так сказать, так, он искал форму, так, 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 он как бы со всех сторон ее обходил, искал разные формы, искал через вопрос, через отрицание, через двойное отрицание, через два предложения, одно, он одну и ту же мысль, которая его, так сказать, ходила, он пытался переворачивать. И в итоге получилось десять афоризмов. И издатели просто тупо их, так сказать, все опубликовали. Но это один афоризм, которому он искал форму. Это черновики. И на свой страх и риск да, ты вынужден был выбирать из написанного, да, то, где, как тебе уже кажется, да, точнее всего найдено. И искать, конечно, русский, русский аналог, потому что перевод всегда компромисс между смыслом и формой. потому что буква, особенно при игре, игре слов, да, которая часто улезла, надо искать аналог, надо искать, да, боже, что я несу венец славы. Да, конечно, боже, что, конечно, это нужно было искать русский, русский вариант, да, безусловно, в переводе. Везение заключается в том, что в книге лет с 20 век в конце опубликовано 60 новых для русского читателя точно новых, не публиковавшихся вообще никогда афоризмов Станислава Ежелеца. И чтобы вы поняли, что это не, ни в коем случае, это никак не ниже, вот еще его поздняя фотография, такая, а это ничуть не ниже его уровня классического. Ну, допустим, последовательность времена иллюзия. Иногда люди боятся прошлого, которое может наступить. Ключ изобрел гений за мощную скважину любознательный. Когда тиран засыпает вечным сном, глаза открываются у людей. На заезженных фразах можно ездить очень долго, но по кругу. Я отказался, этот я люблю, а я отказался от идеи расширить свой марксизм за счет Корана. Это написано во времена, когда, да, мы еще не знали, кто такой Бен Ладен и Мулаамар, но расширить свой марксизм за счет Корана, да, Своими тридцатью сребрениками Иуда обрушил рынок. Когда пустые слова попадают в пустые головы, они заполняют их без остатка. Иллюзионистов следует считать политической силой. Замечательно. Легче всего сбежать через провалы в памяти. И вот просто к сегодняшнему дню нашему у всего есть свой конец, который, впрочем, может длиться вечно. Из любимого. Ведется ли статистика столкновений с дорожными указателями. Я пригляделся к точке над И. Это был след от пули. Это вот к вопросу о том, чем оплачены эти шутки, чем какова. Это не вполне фантазия. Существует только добро, просто у него две стороны добрая и злая. Ну и давайте что-нибудь напоследок. А, вот. Классический Лец. Я знал людей конструктивных и деструктивных. Первые строили концлагеря, а вторые их разрушали. Вот такой вот великий Станислав Ежелец. Еще об одном надо сказать. Я с самого начала понимал, когда я ввязывался в эту историю, и я придумал, что презентация этого должна проходить первая. Во Львове, конечно, и что надо, я с удивлением обнаружил, что во Львове нет мемориальной доски Станислава Ежелецу. Кого угодно они за Хермазоху памятник Явлинского чтят. Черт-черт-черт-чего. А Леца нет. Виктюка помнят львовяне. А Леца не помнят. Это совершенно поразительно для меня. Виктюк режиссер. Он из Львов. Нет, у Львов вообще богатейший город. Центр Европы, да. И я с самого начала решил, что презентация будет во Львове. Но я не предполагал, как это сдетонирует потрясающе. Потому что к моменту, когда в апреле этого года мы открывали на улице Юлиуша Словацкого в доме, где жил юный Станислав Ежелец, мы открывали первую мемориальную доску во Львове. К этому времени Польша с Украиной находились в состоянии фактически войны. Потому что в Польше они идут большими шагами за нами следом. Великая Польша, которой Великие Победы, вот это все. Реконструкция Побед, Кругом Враги, Сорос Враг, Америка Враг, Отдельный Польский Путь, они идут большими шагами за нами. Они антикоммунисты, но это тот случай, про который говорил Довлатов, что после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов. Ну, то же самое, только с другим знаком просто. Вот. К этому времени, когда мы открывали, удалось, во-первых, в сложной ситуации оказалась львовская администрация, потому что во Львове, на территории нынешней Украины, мы чествуем сына австрийского графа и польской еврейки, то есть к этому имеют отношение все, кроме Украины, собственно говоря, к этому празднику. Украина в случае следствия, надо признать, действительно, вообще ни при чем, ну, просто совсем, ну, никаким богом. А Львов как раз это одна из тем, Польша говорит, что она требует территорий своих, да, возвращения земель, вот это все. И это, конечно, подтверждение того, что, ну, конечно, Львов историческая Польша, да, но она еще историческая Австро-Венгрия, она историческая, бог знает что, да, это сам, я еще раз говорю, за 20 век 7 раз они поменяли администрацию, не администрацию, а страна поменялась 7 раз, ну, там, сочетаясь с Третьим Рейхом и Советским Союзом, 7 раз поменялась во Львове, да, власть. Вот. И, надо сказать, день открытия этой мемориальной доски, это была клоунада настоящая, потому что приехал польский посол с красно-белыми гвоздиками, очень торжественно, потому что польский город, но он приехал с одной стороны польский город, с другой стороны сына австрийского графа и еврейки, что не сильно приветствуется в сегодняшней Польше, да, и либерал, что не сильно приветствует, и космополит, и либерал, и еврей, и все в одном флаконе, но с другой стороны свидетельство того, что это польский город, Поэтому посол как-то так в своей речи обошел тему того, что Львов не всегда был даже и польским, но все-таки тем не менее это польский. Вместе с послом приехал Адам Михник, который находится не просто в оппозиции сегодня в Польше, а, как сказано у Жванецкого, вплоть до Мордобоя. Вот, встреча Михника с польским послом, то есть как между ними пространство в сыворотку просто свернулось, вот воздух так между ними, это было зрелище. Рядом стояли два сына Леца, один из Варшавы, другой из Копенгагена, с датской женой, значит, польского происхождения. Тут же стоял яжедок из Москвы, Москаль, и стоял, значит, мэр Львова в вышиванке. Вот я должен сказать, что все это вместе, я подумал, что Ежелец должен с небес на это посмотреть и что-то еще сказать по этому поводу, потому что это было что-то совершенно невероятное по количеству смыслов. Вот мы стояли там все, вот, это есть фотография, если вы там в эхе Москвы, у меня в апреле, 23 апреля, я написал про это, и фотографии есть совершенно замечательные, вот эта вся компания дружная стоит, вот, повбывали бы друг друга. Очень-очень красивая была история, и я подумал, что это как будто специально придуманное. Конечно, к Лецу, конечно, к тому, что вот вся эта шелуха, да, все эти государственные, национальные темы, по сравнению с просто свободным человеком, предлежащим, и я, я-то в своей речи, они все говорили, каждый в свою сторону, один про либерализм, другой про Польшу, третий про свободную Украину, где такое, где мы все собрались, да, четвертый еще про Павел. А я говорил про то, что, конечно, можно попытаться национализировать или приватизировать гения, да, и Джойса приписать к Дублину, там, да, ну, да, но нет, но нет, Моцарт не принадлежит Зальцбургу, нет, да, и Гёте не принадлежит Веймеру, нет, они принадлежат миру. И в этом смысле, конечно, судьба Станислава Ежелеца, это судьба, гений всегда вырывается из своего местечка, каким бы оно ни было, это может быть Маконда, да, колумбийская, это может быть Шалом Алейхемская, так сказать, местечко в буквальном смысле, но гений делает это принадлежащим миру. Именно этим отличается гений от, так сказать, бытописателя, фольклориста, да. Шалом Алейхем, нет, он не принадлежит еврейскому местечку, и Маркес не принадлежит Колумбии, нет, нет, они принадлежат миру. И Ежелец, безусловно, безусловно, фигура этого ряда, он философ, принадлежащий миру. А то, что на его родине происходят склоки по попытке, да, и на его родине в Польше, и на его родине там во Львове, да, то, что его продолжают делить или не замечать или игнорировать за то или другое, его воспринимают либо как либерала, либо как поляка, либо как еврея, да, либо как австрийца, как немца. А он Лец, он просто человек, который над этим всем своими великими формулировками поднялся. А то, что формулировки великие, бессмертные, совершенно очевидно, повторяю, любая злоба дня исчерпывается наугад. Вот просто я люблю, я с этим альбомом люблю играть вот так наугад. Ты дитя своего времени, но от кого оно тебя породит, выбираешь сам. Да? Совершенно бессмертный. Кстати говоря, я должен сказать, что... А, вот, любимая. Имеет ли право людоед говорить от имени съеденных? Китайские и корейские лидеры в торжественном кортеже. Хотелось бы увидеть этот дом, конечно, в Пекине, прямо скажу. Просто очень бы хотелось. Этот альбом, благодаря... Действительно, моя дочь, она координатор польского альбома. Он вышел на польском языке и вышел на украинском языке. Но она еще, конечно, очень ей благодарен, потому что она изменила интонацию этого альбома. Первоначально, естественно, у меня это была политизированная история. И, так сказать, там много было именно... Такой перебор был людоедов. 20-й век, взгляд на 20-й век, именно политический. А это абсолютный век двух мировых войн. И такого количества катастроф. Да, не только Холокоста, Руанда. Такого количества катастроф, геноцидов. Совершенно чудовищный век. И моя дочь в какой-то момент сказала, когда хотела посмотреть первые там 100 фотографий разложенных, она сказала, ну, папа, ну, нельзя же только... Надо подняться над этим. Все-таки 20-й век нельзя без Бетлов, без Эдит Пиаф, без Одри Хёбберн, без Амстронга, без Ганди, без Голдемера, без сионизма, без рока, без феминизма. Действительно, она убедила меня очень изменить интонацию. Она говорит, пожертвуй, выбери десяток любимых тиранов, оставь их. Десяток любимых тиранов оставь. А остальных избавься. Действительно, ну, сколько можно? Ну, всех не перечислишь, их много. Обойдемся. Да, зато там появились действительно и Хёбберн, и Амстронг. Там появились бетлы грандиозные, неожиданные. Мы находили, конечно, фотографии малоизвестные. Да, сейчас я Бетлов посмотрю, может, кажется, на них закладка была. Да, 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 на них закладка. Вот такие. Великим лунатикам луна не нужна. Да, Станислав Ежелец. Вот такие замечательные. И, конечно, этот том, это уже взгляд на 20 век, ну, гораздо более, как мне кажется, там больше воздуха, чем было первоначально, когда я начинал выдумывать этот альбом. Это подарочный фолиант. Конечно, это дорогая история. Вот, это не то, что читается на коленке в метро, да, от остановки к остановке. Это очень хороший подарок. Вообще, я должен сказать, что, конечно, для меня это я, ну, так сказать, рискнул там высоким штилем, конечно, я исполнил в некотором смысле этим томом свое предназначение, потому что я понимаю, что я должен... Это мой поклон моему учителю, потому что выбирают же не учеников, а учителей. Вот. И учителя не обязаны знать о существовании учеников. Это совершенно нормально. И, конечно, это мой поклон Станиславу Ежелецу, потому что он сделал мои мозги. Он сильнейшим образом так изменил меня. И, конечно, я минус Ежелец, да, прочитанный в молодости, услышанный в юности. Это, конечно, был бы какой-то другой человек. Это моя благодарность этому великому человеку. Степень его величия, пока я вот не начал работать над этим альбомом, вот эти три года, они только-только убедили меня в величии и значении этого человека. Вот такая история, вот такой том. Продолжение следует...